Внешние различия между самцами и самками выражены у лягушек довольно слабо. Половозрелыми эти животные становятся в возрасте трех лет. Многие слышали, как весной на пруду раздается громкое кваканье. Это песня самцов-легушек. Для создания такого громкого звука у многих из них есть специальные резонаторы. Самки откладывают в воду икру, а затем самцы ее оплодотворяют. После оплодотворения икра всплывает на поверхность, туда, где вода сильнее прогревается. Температура важна для развития зародыша, поэтому икринки для улавливания тепла окрашены в темный цвет. Что же происходит внутри маленькой икринки? Оплодотворенное яйцо многократно делится, дробится. И уже через 8-10 суток после оплодотворения зародыш прорывает яйцевые оболочки и личинка выходит наружу. Первоначально у головастика нет парных конечностей и функцию органа движения выполняет хвост, окаймленный хорошо развитой перепонкой. Первыми закладываются передние конечности, но снаружи они долго незаметны. У головастика много схожего с рыбами. Один круг кровообращения, двухкамерное сердце, боковая линия, жабры. Сначала головастик живет за счет запасов икринки, а затем у него появляется рот с роговыми челюстями, и он питается водорослями и простейшими, соскребая их с растений и со дна. Но постепенно он превращается в настоящую лягушку, появляются задние конечности, затем передние, развиваются легкие. По мере их развития исчезают жабры, видоизменяется кровеносная система, укорачивается кишечник, изменяются и другие системы. Сначала уменьшается, а затем совсем пропадает хвост. От момента оплодотворения до появления лягушонка проходит 2-3 месяца. Скорость этого превращения зависит от температуры окружающей среды. Некоторые лягушки заботятся о своей икре. У сумчатых квакш, живущих в Южной Америке, на спине есть карман. После оплодотворения самец помещает в него икру. В течение полутора месяцев в кармане развиваются головастики, а после появления на свет они выходят в воду. Среди близких родственниц лягушек жаб есть такие, которые перекладывают ответственность за развитие икры на самцов. Так жаба-повитуха откладывает яйца в виде длинного шнура. После оплодотворения самец наматывает его на задние лапы и держится на суше в тенистых местах. Только через 20 дней он возвращается в воду и из икринок выходят личинки.